всем привет дорогие друзья с вами андрей лишаков арт-директор click images и сегодня у нас супер мега гость это роман я как этот знаешь рефери роман махмутов привет привет ребята рады слышать роман махмутов это тот самый фотограф работы которого вы можете могли видеть обложке например журнала esquire если вы помните фотографию сергея лаврова вот ту самую в цветах триколора то это тот самый человек который сделает фотографию но кроме этого рома знаменит также тем что как бы его работы печатали в the guardian да правильно говорить вард и также его работы часто становились призерами победителями различных международных конкурсов таких как the international photography awards и ох то я это не прочитаю наверно но при стежус фотографии контест да в общем различные конкурсы роман выигрывал кроме того роман четыре с половиной года уже живет в сша и в отличие от странных эмигрантских историй рома очень последовательно и совершенно логично продвигался там и собственно насколько все это происходило мы я думаю тоже сегодня узнаем привет роман поделюсь да привет привет расскажи пожалуйста вот у нас есть небольшой какой-то список вопросов до который мы бы хотели сегодня с тобой обсудить и наверное одно из первых которые задаю себе я один из первых вопросов которые задаю себе я и один из многих вопросов которые задают себе типичный парень из небольшого городка типа как магнитогорск да ты родом или как челябинск это вообще каким образом вот в небольшом провинциальном городе как может развиваться творческий человек и каким образом он может развиваться сам там какие есть некие точки роста как вот на твой взгляд что лично в своем опыте ты находил развиваясь магнитогорске да то есть мы сейчас не говорим о том как ты постепенно перешел там в сша переехал и так далее а вот именно если ты вспомнишь те моменты за счет чего ты вытаскивал себя из этого болота потому что маленький провинциальный город на мой взгляд это знаешь то самое место где ты вынужден постоянно быть какой-то белой вороной и ты постоянно так или иначе находишься в какой-то оппозиции к внешней среде и ты вынужденно так или иначе формируешь какую-то дружественную себе среду вот какие может быть комплексы маленьких городов что тебе мешало каким образом сложности может быть какие-то были или может быть какие лайфхаки там типа просто надо взять и сделать расскажи что-нибудь об этом да это очень хороший вопрос и но ты прав что я из небольшого города и но я никогда не воспринимал монетогорск прям как бы дыра де эндио и такого и не было этого и нет но объективно это не центр мира даже не центр области это как не очень большой город 400 тысяч настиления он город довольно индустриальный вот но я уже получается по я прожил там больную всю сознательную жизнь и теперь теперь я пожил в мегаполисе и я могу четко сказать что есть свои бонусы жизни в небольшом городе которые вообще не очевидны пока ты из этого небольшого года города не уедешь у меня например ну вот у меня это было так что я не воспринимал жизнь митогорский как как бы ну как проклятие я не воспринимал что вот у нас на мне творчество то есть творчество оно все-таки идет изнутри и если хочется то то ты делаешь и какие здесь есть такие важные преимущества что в месте в котором есть нехватка творчества люди у которых есть на это запрос они друг другу ну они друг другу сильнее притягиваются небольшом городе тебе не то чтобы проще найти команду а люди которые заинтересованы они друг другу сильнее тянутся то есть я помню у меня было не скажу что была моя команда но это были как бы мои там друзья товарищи единомышленники да с которым мы там кооперировались и делали какие-то штуки потому что для нас это был ну типа очевидно если мы все знакомы надо что-то замутить потому что если вы не замутите то ваша жизнь она никак не изменится и вот у меня был товарищ такой стиль ну стилист не в плане стилист по прическам а как это говорят художник-постановщик у человека у которого было миллион реквизита всякие разные безумные идеи всякие странные одежды у меня там был гараж заваленный всяким барахлом кончилось тем что он тоже он ехал в москву и там он работает художник-постановщик в кинопроизводстве ну конечно в фото производстве видео тем более очень важны просто рабочие руки то есть невозможно сделать одному то есть это такое слово ассистент она но в нем есть такая коннотация не очень высокая но я считаю что без вот без дополнительной круги из ассистентов вообще ничего сделать нельзя потому что ну элементарно будут вспышки падать будет там ветер вносить и никто ничего не снимет и ну ребята модели заинтересованные кто готов позировать для этих всех общих идей что-то ее привносить если это больше фэшн среда я не по фэшну но тоже это соответственно прическами каши так далее короче большом городе с этим совсем сложнее потому что но вот конкретно в нью-йорке здесь в кого ты не плюнь он кто-нибудь он или визажист он или стилист и он или какой-нибудь там креатор или иллюстратор и к тому же и все эти люди они с каким-то бэкграундом и многим из них просто западло с каким-то с другим непонятным чуваком и сказать приезжай что непонятно чувак такой же как все четко оперироваться все хотят кооперироваться для своей выгоды естественно ищут себе каких-то людей повыше кто здесь уже как-то зацепился и ну несмотря на то что всех всех таких людей больше но им друг на друга больше наплевать и собрать себе команду из надежных людей кто да просто элементарно подпишется да я приду на съемку а потом возьмет и придет на съемку вот даже такие вещи они здесь уже сложнее но когда ты находишься внутри какого-то сообщества так или иначе люди которые тебя окружают как быть с их квалификации то есть наверняка например то и как бы в тех же соединенных штатах америки намного выше квалификации людей намного лучше образование намного более она системно и соответственно уровень проектов которые вы можете реализовывать даже пусть сложно подбирая команду он намного выше априори или нет но это да все что ты говоришь это так качество всех элементов продакшена она выше с этим не поспоришь начиная с того что просто среда сама по себе она она дружественнее и это все проще с этим я не спорю я думаю что здесь такой момент когда ты находишься например в провинции у тебя есть такая как бы звезда до которой ты тянешься и ты пытаешься сделать догнать свою картинку до до той до того хай-левел который ты где-то видел и ты ищешь какие-то маркеры типа как задний план какой какая одежда какие прически какие типажи лиц это вот очень важно я сейчас смотрю на старые фотографии вижу что очень много славянских лиц это неплохо но это это четко выделяется если систем продуктом который делается в такой ну в мультикультурной среде и здесь нужно просто себя очень сильно науськивать на то чтобы как можно больше ну короче приходится очень много уделять внимание тому что большом городе тебе бы ты вообще об этом бы не задуматься просто по дефолту мы снимаем большом городе у нас просто задняя картинка она уже ну как бы большегородская так скажем а здесь а дома приходится на тему париться то есть по сути даже это скорее плюс то что ты работаешь в той среде которая в принципе для этого не предназначена это каким-то образом вынуждено прокачивать твои скиллы по сути да это вынуждено прокачивать скиллы есть в этом плане сейчас мне здесь даже проще работать потому что сейчас я знаю что я могу работать вообще в любых условиях и ну как я просто ребят куда мы не пойдем мы везде все снимем просто теперь надо думать о том что местные они немножко такому не привыкли все равно у всех людей у них есть такое в голове а чтобы сделать хорошей фотографии надо надо какое-то особенное место просто для нас это все особенное место как бы вы голове нужно все равно эти особенные места здесь тоже находить но как бы реально скилл прокачивать это это полезно в какой момент ты понимаешь что все вот лично у тебя да как как ты понял что все в магнитогорске я уже наверное закончил все что я тут мог сделать я уже сделал то есть была ли какая-то точка невозврата после которой ты понял что мне пора идти дальше ну я скажу так у меня процесс был постепенный я пытался попасть конкретно пытался попасть в москву со своей работой по всякому я ездил учился там завязал какие-то первые знакомства учился несколько раз на разных курсах не все сработали знакомства само собой для меня момент был очень простой когда я стал попадать в новую среду конкретно москву и общаться с новыми людьми а потом работать я увидел что но для меня очень важно было другой уровень бизнес-этики и другой уровень отношения к исполнителю в случае ко мне ну конечно другой уровень денег это тоже существенно то есть когда ты делаешь работу тебе платят просто твой тариф там умножить на 4 умножить умножить на 5 выше чем тебе за эту работу платили дома конечно это сильно мотивирует но это дает в первую очередь ресурсы просто так делать жить в одном месте и здесь работа другое но для меня было важно то что я увидел что есть какие-то вещи которые дома произойти вообще не могут то есть я в москве бы я в москве я мог поснимать селебов реальных а дома это было это возможно было бы только если бы они типа на гастроли приезжали или если как кто-то из селебов там родом из монетогорска этот вот такие еще варианты были ну люди от это отовсюду все и все откуда это происходит и как часть селебов они реально из монетогорска ну как каких-то условных селебов и ну когда я увидел что как бы дома это невозможно это бы это была сильная мотивация а про штаты ну со штатами история была такая что если только на разведку ездил туристом два раза то есть я не пробовал здесь работать только сюда приехал поэтому 10 мотивация была такая что я давно знал что надо попробовать им и мотивация была такая чем дольше ты откладываешь тем меньше шанс что-то произойдет в этом в какой-то момент просто мы купили билеты и все назад пути уже не было ну можно было их сдать но я помню примерно тот момент как раз тогда ты вел у нас мастер-класс и ты говорил что ребята я очень дико переживаю получится ли все я помню до сих пор что мы шли по этому коридору я грижом а ты такой крутой чувак у тебя все обязательно получится и видишь прогнозы сбылись но пока получается что-то получается нас не депортировали я сейчас оглядываюсь назад и понимаю что у меня как раз таки очень сильный творческий рост был именно именно дома потому что были были ресурсы в виде виде времени в виде небольших территорий в виде людей которые готовы были идти за идею и в виде того что дома очень многие вещи можно сделать бесплатно в частности сейчас чтобы мне дамутить какую-то съемку мне нужно потратить минимум ну несколько но это минимум в районе 100 долларов это то что я заплачу элементарно ассистенту и куплю какой-то базовый реквизит а дома дома ассистентом и я платил ассистентом за коммерческую работу за некоммерческую я всегда платил тем что это ну типа я могу поделиться и все инфы которые могу а реквизит можно было часто найти просто три копейки то есть дома творческий рост у меня разница там тебя с нуля прыгнул там до 30 условных она была гораздо больше что здесь я поднялся слов с условных я не знаю 50 там до 60 вот поэтому дома было много ну и плюс еще было в там возраст молодой все дела там не было седых волос это все двигалось быстрее не без этого тоже но еще раз глядя на свои фотографии я в жизни не скажу что это было там какой-то не хватало чего-то для того что творить все хватало это было замечательно не очень не от города это зависит да мне кстати в свое время тоже это очень помогло когда ты рассказывал нам на мастер-классе я до сих пор помню эту самую презентацию когда вышел роман махмутов известнейший там стробист показал нам свою первую в жизни фотографию который он сделал и объяснил что вот отсюда я начал и через 15 минут просто показывание фотографий рассказал к чему пришел и все-таки охренеть а так можно было саму презентацию делать вот это было очень круто на самом деле это помню про обучение фотографии еще хотел хочу хотел сослагательное наклонение наше все хочу задать тебе вопрос как ты вообще относишься к популярной ночи как говорят у нас в малом городе челябинске в популярной ночи концепции long life learning придерживаясь ли ты этого постоянно ли ты повышаешь свою квалификацию может быть есть какие-то вещи которые ты периодически как бы ну проходишь курсами вечный студент это человек который получился где-то еще никак не не воплотил жизнь навыки которые он приобрел и идет учиться сразу дальше потому что обучение оно дает такую психологическую защиту что от психологической защиты вместо того чтобы начинать идти уже и делать можно себе всегда сказать о а я еще не готов я вот этого не учил поэтому я согласен с тобой но я имел ввиду здесь немножко другое то есть с моей точки зрения концепция вот это вот как бы постоянного прокачки себя до постоянного обучения она предполагает не то что ты находишься в состоянии вечного студента а то что ты постоянно каким-то образом с разных сторон себя прокачиваешь то есть ты например подтянул вот эти навыки естественно потянув их да ты имеешь по окончании какой-то проект скорее всего либо каким-то образом их интегрируешь свою работу потом следующий то есть например сейчас там я обучаюсь в одной там например школе дал мне там онлайн обучение я его закончу у меня уже план там совершенно в другой области я хочу обучиться вот этому потому что я понимаю что в моей работе как человека вот те данные из той области которые совершенно никак не связаны там с арт-дирекшеном фотографии но они мне нужны лично мне как бы вот в моей некой картине мира мне я понимаю как их использовать для своей дальнейшей работы для ее улучшения то есть я вот прям перманентно что-то стараюсь постоянно как-то прокачивать вот как у тебя вообще обстоят дела с вот этими всякими штуками да я я с этим согласен если хочется прокачиваться я помню знаешь в москве есть британская высшая школа дизайна собственно там я и учился несколько раз собрал несколько разных курсов и там на стене висят в кафетерии лебедева по моему цитаты великих и там написано замечательная цитата что если вы хотите достигнуть чего-то в своем поле вам необходимо изучать смежные и у меня было так что я ездил брал курс по фотографии вот в британку когда-то еще там не знаю 2000 какой-то десятый год был и я на нем я на него сходил я увидел что что-то я знаю но я понял что много из этого я уже знал а вот когда следующем году я приехал на курс диджитал арт который был сделан для ну по идеям был на базе иллюстраторов но он был про современные концепции про концепции современного искусства там сидели ребята иллюстраторы и для них инфа она была такая но что-то мы об этом знаем для меня это было сто процентов новой информации я был самый лох вообще среди всех тех иллюстраторов я тебя понимаю да я примерно сейчас в такой ситуации тоже нахожусь вот это было конечно немножко некомфортно но все время тебе повторял то что типа я не я приехал учиться не иллюстрации то что как не важно как я рисую важно что какую информацию получаю и мне кажется что как бы ну я получил очень много инфы и относительно всех может быть я получил очень максимум новой информации уж еще раз я скакнул в том числе с нуля до 50 они там с 80 до 90 и это было очень сильно и в следующем году я помню когда ездил на курс по фэшн-стайлингу он имел отношение фотографии но не целиком это но это это было уже более-менее в моей сфере поэтому я что-то про это знал но и опять же я получил очень много новой и можно конечно сказать что да фотографии важно изучать там колористику или важно изучать там композицию важность старых мастеров а мне кажется важно понять что скажем тебя в целом привлекает например драматургия и или тебя привлекают какие-то или в целом например светлая личность или это темная личность и по темной личности имею ввиду что меня привлекают сюжеты связанные с драмой там стивен кинг какие-то мистика недосказанность и так далее ну мне исходя из этого мне нравится что связано там нет и темный нарратив и какие-то загадки и мистерии и так далее соответственно ну просто смотреть кино читать деньги на эту тему и больше погружаться искать единомышленников среди того что уже было создано а если нравится больше светлая позитивная такой весь лучик света то конечно ну прокачивать себя больше элементарно путешествиями больше социализироваться выходить свет и искать людей которые там в твоей же теме у меня есть знакомый фотограф он занимается йогой ему вот его занятие йогой она его как фотограф условно прокачивает ну как для его бизнеса это лучше чем все остальное потому что он находится в своей среде он фотографирует этих же йога тренеров там он занимается серфингом и как бы весь месседж который он создает он такой как бы расслабленный позитивный человек живет в гармонии с собой и ну как фотограф он как бы ну типа посредственный откровенно посредственный фотограф но с точки зрения внешнего человека он представляет собой цельную личность которая вот его фотография и его личность как бы это все такой единый месседж никого диссонанса нет и в последние годы у меня я тоже здесь я хоть походил поизучал фотографию я не изучал какие-то какие-то совсем другие темы но я вот сейчас интересуюсь очень гейм-дизайном это к фотографии отношения не имеет связано с одним стартапом который я давно развивал и он подает такие большие надежды и изучая гейм-дизайн в котором есть такие вещи как нарративный дизайн как стори тейлинг как взаимодействие как визуал я обнаружил что те вещи которые я знал фотографии они мне крайне сильно помогут равно как и те вещи которые я узнал про нарративный дизайн они очень сильно помогут фотографии я мог добавил бы сюда еще относительно изучения современного искусства не относительно фотографии то есть современная фотография это часть современного искусства но это тоже помогает опять же не в конкретно что а теперь я знаю какую нажать кнопку ли какой выбрать сюжет а в принципе составить картину мира это очень важно ну и мне очень интересно изучение кино, но не с позиции, опять же, технической штуки, как это воплотить, а метафоры, режиссура, работа, создание... Ну, не создание сценария, нет, а, наверное, все-таки больше изучения готового продукта. И понимая гораздо... Я сейчас понимаю гораздо больше в этом во всем, чем я понимал раньше. Естественно, мне это формирует картину мира. Я не могу сказать, как конкретно это влияет, что вот отсюда я излег то. Но это меня формирует как личность в целом. И, естественно, эта личность, у нее больше шансов сделать интересный продукт, чем если бы у меня была только инфа о том, как настраивать камеру. А можешь поподробнее рассказать о стартапе? Да. Еще до того, как я начал заниматься фотографией, я занимался и коммерцией. Это было типа в начале 2000-х вообще. И фотографии... Как Евгений Чичваркин, знаете, еще там в начале 2000-х я занимался коммерцией. Да-да-да, и коммерс это было. Ну, это интернет-торговля, сайт и так далее. И благодаря тому, что там я начал взорвать какие-то деньги, я смог начинать заниматься фотографией, потому что у меня вопрос финансовый был решен, и я смог и технику покупать, и тратить время на фото. Но это дало мне буст. Потом я все это дело забросил, и мне это дало буст дальше фотографию. И уже фотографии увлекся. Вот. Но с тех пор у меня остались много представлений о том, как это работает. И несколько лет назад я запустил стартап, это видеоигра про финансовое образование. И я и занимался... Ну, то есть я сам не программист, а я как геймдизайнер и руководитель проектов. Мне интересно бизнесом заниматься вот так. И я занимался как pet project, то есть типа просто на фоне периодически. Ну, мне интересно... Я понял, что мне интересно создавать свои миры. И когда-то я создавал свои миры фотографии, а в этом случае я создавал свои миры в виде компьютерных игр. И внезапно в прошлом году проект начал взлетать гораздо выше, чем я ожидал. И я увидел в этом перспективу. И несмотря на то, что сейчас он мне приносит меньше, чем фотографии, но я вижу, что теория может приносить мне больше, чем фотографии. Я могу это масштабировать очень высоко, чего фотографий не произойдет. Но равно как и вместе с тем я могу упасть очень низко, чего фотографий тоже никогда не произойдет. Вот. Поэтому параллельно я веду две таких карьеры и развиваю и то направление, и другое. И посмотрим, к чему это приведет. Но я знаю про себя заранее, что я не могу заниматься только компьютерными делами, только интернет-маркетингом. То есть я этим уже занимался. И когда ты проводишь весь день с утра до вечера за компьютером и не выходишь в свет вообще, это очень сильно гасит энергию. А фотография, она социальная. Она дает энергию, она дает тебе именно физическое воплощение тебе. И вот для меня поэтому обе сферы пока что важны. Ты очень много говоришь именно о, например, своем развитии, и у тебя твое развитие представляется в виде четкой какой-то оформленной стратегии. Либо ты говоришь о каких-то бизнесах, и опять-таки ты очень как-то вполне логически и совершенно стратегически рассуждаешь об этом. И есть такое подозрение у, может быть, непосвященных людей. Вот, допустим, у меня, да, оно периодически складывалось, что ты, я не знаю, проходил какую-то бизнес-школу или еще что-то. Откуда у тебя такой бэкграунд? Ты там, я не знаю, может быть, в школе там постоянно зарабатывал каким-то разным образом, набрался опыта. Где, откуда у тебя это вообще? Как ты этому научился? Вот прям системно, стратегически вот так мыслить, все выстраивать, все очень четко. Как? Где это взять? Я понял. Ну, я не учился ни в каких бизнес-школах. Я, наверное, был бы рад. Я понимаю, что в какие-то моменты у меня ограниченное мышление. Если бы как раз я где-то учился, я был бы более широких взглядов. Я из того, что я изучал, у меня был период, когда мне было очень интересно личностное развитие и управление компанией в том числе. Я просто читал книги. Есть замечательное издательство «Манн Иванов Фербер», и у них, ну, есть хорошие книги «Таймдрайв» Глеб Архангельский. Есть серия книг Игоря Манна о маркетинге. Ну, их серия, поэтому я не могу конкретно посоветовать. Есть «Связи решают все», «Дарси Рейзок», «Клиенты на всю жизнь». Это все про фирму. И это, ну, кроме «Манна», это, я хочу сказать, зарубежные авторы. И американская, ну, западная, не американская, а западная бизнес-школа, она просто старше нашей, ну, примерно лет на 150, почти на 200. Поэтому они успели, у них было время, чтобы набить все шишки о том, как бизнес работает. Вот. И, ну, конечно, это еще определенный опыт, и у меня какие-то бизнес-идеи взлетали, какие-то нет, какие-то идеи, они прогорели, какие-то там кончились с испорченными отношениями с друзьями, там, к счастью, восстановленными впоследствии. То есть это за день не происходит. Ну, и получается уже много, уже 12 лет, как существует эта школа, которую мы с моим партнером создали в Магнитогорске, это тоже бизнес-опыт. То есть это большое количество людей, которые прошли, это большое количество клиентских взаимодействий и так далее. Ну, все это, все это опыт, который помноженный там на информацию, на какие-то выводы, он дает какие-то результаты. Вот. Но если есть возможность где-то пройти бизнес-образование, это вообще отличненько. И я думаю, что вот MBA, я думаю, что если кто-то из фотографов получит MBA, он перестанет заниматься фотографией. Вот. Начнет заниматься нормальной работой, да? Ну, типа того, да. То есть начиная с того, сколько платит выпускнику MBA, то есть минимальная ставка в год и сколько можно заработать с фотографией. Это как раз примерно. Минимальная ставка MBA – это максимальное занятие фотографии. Вот. Но если есть возможность где-то вот зацепить там какие-то онлайн-курсы, что-то еще, просто хотя бы понять базовая терминология, это, конечно, жизни супер поможет, потому что в целом, если мы говорим о фотографии не как об искусстве, а фотография как искусство, это, не знаю, 0-2% всей фотографии, а просто как о бизнесе, то надо знать, как работает бизнес, чтобы просто не делать глупых ошибок. Там, начать брать трубку, когда клиенты звонят. Вот, да, это вообще просто. Мне кажется, это беда всех российских ребят. Они просто не хотят брать деньги от клиента, когда он хочет им их отдать. Это культурное. Это вещь. Мы воспитаны в среде, в которой деньги, у которых отношение с деньгами, оно не такое немножечко особенное. Я на себе это чувствую. И видя, как работают американцы, и видя, как работаем мы, я понимаю, что это чисто вопрос воспитания, и нам нужно над собой работать. Но это cultural thing. То есть нельзя сказать, что это плохо, просто у нас вот так, вот в нашей среде вот так. Если говорить про конкретные скиллы, я считаю, что социальные скиллы в современном мире важнее всех других, тем более в работе с фотографом. Если ты не ретушер, который не выходит из-за компьютера и не общается с людьми, то социальные скиллы – это следующие, которые нужно развивать после всяких технических. Потому что мы работаем с людьми и с клиентами, и с партнерами, и с моделями, и со всем. И это типа супер важно. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать, ну, если уж да, может быть, это количество велико, за кем ты особенно следишь? То есть какие арт-директора, фотографы, либо какие-то ресурсы, может быть, которые постоянно у тебя вот где-то открыты, и ты их постоянно просматриваешь? Мне здесь помогает Инстаграм и те ленты тех сайтов, которыми я прикипел. Я выписываю какую-какую печатную прессу, несмотря на то, что она есть в цифровом виде, но мне нравится, что у меня есть такие разные медиа. У меня есть телефон, который я могу пролистать всегда, который обновляется мгновенно. У меня есть сайт, который я могу почитать там утром, вечером. И есть прессы, которые приходят раз в месяц. Мне здесь еще помогает то, что я сейчас нахожусь в среде, в которой как бы редкая плохая мышь проскользнет. То есть даже реклама в метро, она сделана достаточно качественно. И весь тот визуал, который меня окружает, ну, скажем, периодически мы выезжаем из Нью-Йорка, и я сразу вижу, опа, это типа американская провинция. То есть потому, как люди одеты, какой интерьер заведений и какие, ну, какой визуал вокруг себя я встречаю, он как бы резко отличается. Вот. И, ну, хотелось бы чаще, но периодически мы выбираемся на всякие выставки тоже, я вижу, разные контенты могу отличить хорошие от плохого. Если говорить конкретно, зачем следить, я обычно делаю так. Если я вижу какую-то фотографию, которая меня привлекает по всему в ленте, я иду и смотрю, и подписываюсь на этого фотографа или на то издание, где это выходит. Например, я слежу за некоторыми там кинопабликами и вижу, что там, например, какие-то интересные фотографии актеров. Не просто симпатичные, красивые, а интересные. Я иду, смотрю, кто это снял, подписываюсь на фотографа. Хотя эти фотографы уже в бельцо не знаю. Я отслеживаю победителей конкурсов, потому что я сам участвую в конкурсах, мне интересно, там, кто выиграл, кто обошел какие-то, ну, какие-то работы крутые, там, откровенно крутые. И так я тоже знаю о фотографах. И я хожу еще, мы ходим на, есть такой Art Fair, R.R.Mary Art Show. Это выставка, это экспо для галерей, где галереи, у которых бизнес продажа фотографий, они там раз в год выставляются. И это не выставка для искусства, это выставка для бизнеса. И там, соответственно, каждая галерея вывешивает свои работы. Я тоже могу видеть какой-то крутой контент, в том числе можно там книги какие-то купить. И какие-то галереи, они продают винтажные фотографии. Ну, там, типа, ты приходишь, сидит Тони Викара, который размешивал пленки в касках во время Второй мировой войны, и по которому можно увидеть в сериале гений фотографий. И вот он сидит, этот дед, и в тысячный раз рассказывает свою историю, и там висят его винтажные снимки. Ну, а напротив, висят современные вполне. Там Рене Парадис, например, в том году я узнал, такая очень прикольная девушка французская, которая делает какие-то прикольные вещи. Ну, то есть, рандомно, если ты что-то, с чем-то пересекся, то нужно просто это записать, посмотреть. Единственное, что, другая проблема, когда в Инстаграм все это забиваешь, какой-то момент, там такая свалка, что у тебя смешиваются друзья, за которыми ты хочешь следить. Ну, что у тебя есть друзья. И весь вот этот реклам из ар-директоров, ты порой не понимаешь, кто вообще, кто этот человек, зачем я его смотрю. Ну, что ар-директора тоже всякое выкладывают. Расскажи, пожалуйста, ты упоминал, что видишь рекламу и понимаешь, что она классно сделана. Насколько сильна разница, насколько она бросается в глаза между рекламой в... мы имеем в виду, видимо, какую-то наружную печатную рекламу, да, где используется фотография. Насколько большая разница между, например, условной Москвой и Нью-Йорком в наружной рекламе? Если она сильно большая, то можешь ли ты классифицировать, в чем именно она заключается? Ну, разница такая. Наружная реклама в Нью-Йорке, она более ограничена, то есть нет билбордов, ну, очень мало билбордов, есть растяжки на домах, есть на телефонных будках, на автобусных остановках, есть световые панели с анимацией. На точно Wi-Fi точках, и очень много рекламы в метро, понятное дело. Главное отличие, которое я вижу, их несколько. Во-первых, реклама в России гораздо более сексистская, в плане, что женщина и женское тело используются как объективизация, ну, как объективизация идет. То есть женщины в российской рекламе традиционно более сексуальные, женщина может своей фигурой рекламировать банковские услуги. Здесь это неприемлемо, и, ну, просто, если будет так происходить, просто зашеймят и компанию сгнобят. То есть этого давно уже нет, и люди в первую очередь люди. И вот часто я вижу в рекламе, все чаще используется образ человека из толпы, например, фитнес, и так рекламируется, используется там 5-6 образов совершенно разных людей. Человек из толпы, ты имеешь в виду человека обычного телосложения, да? Ты, наверное, знаешь, есть такие документальные проекты, типа мы взяли 16 человек вот туда-то и сделали фотографии, все в едином стиле, в едином направлении, посмотреть, сравнить. Вот, это очень часто используется вообще под разными соусами. Когда-то используется более прямо в лоб документальный подход, когда-то просто разные люди используются, чтобы пререкламировать в такой более привычной рекламной среде. Но это прям, ну, маленький человек, everyday man, повседневная жизнь, это чем дальше, тем больше, чтобы звезды что-то рекламировали, ну, это уже прям такое, знаешь, ну, это останется, безусловно, это будет, но это меньше тренд. То есть, когда я вижу рекламу, типа, Дженнифер Энистон рекламирует зубные щетки или там какие-то банковские услуги, что-то такое, ну, это прям стрёмно выглядит. То есть, это такой чиповый подход, типа, мы не придумали ничего лучше, кроме казопластички, куча денег за людей, поэтому вот она пресс-рекламирует. Ну, типа, я не скажу для лохов, но это такая низкопробная реклама. Вот, еще я вижу, какое отличие, что очень много используется, ну, это уже не фото, а иллюстрация, причем такая, что компания, у компании есть четко выраженный свой иллюстративный стиль, который они выбирают на этот год, и у них вся иллюстрация в таком смешном мультяшном стиле, рисунки или аппликации, ну, но именно собственные. То есть, не просто флот-дизайн, как это было одно время, а очень конкретное, что вот такая стилистика, ну, там у дропбокса, например, у них свой месседж, Каспер есть такие матрасы, у них очень стильная реклама тоже, из того, что в голову пришло сразу. И большой тренд в рекламе, это, я в Москве уже не был, получается, сколько, полтора года, поэтому я не знаю, как сейчас, но здесь я вижу большой тренд, это очень использование, очень много цвета, то есть сплошные цветные фаны, сплошные цветные такие сеты подготовленные, то есть, скажем, сценка, я потом пришлю эту картинку, если найду, реклама медицинских услуг и всякую, и там основной цвет красный, ну, фирменный цвет компании, и вот там сфотографирована медсестра в обычной больничной палате, но при этом вся палата красного цвета, и на ней тоже красная форма, ну, естественно, она цветная только там, где у нее лицо и руки. Но это прям как бы такая, цвета разные, где-то, ну, в целом, конечно, более естественные такие пастельные тона, и в целом очень большой тренд, но он уже сколько, много лет продолжается, это естественность, то есть чем естественнее, тем лучше, потому что просто у людей выбралась эта баннерная рекламная слепота, когда рекламная картинка, которую мы считаем рекламной, ее просто люди не видят, потому что она фейковая. И, ну, есть чем более картинка реалистичная, тем больше к ней доверия, хотя таких фотографов, лайфстайл фотографов, их друг от друга отличить почти невозможно. То есть это все просто люди делают лайфстайл. У кого-то больше контр-ВК, у кого-то меньше. Вот и все. Даже не знаю, как арт-директора выбирают, с кем работать. Все одинаково. Слушай, а ты пытался каким-то образом поработать на рекламном рынке в Америке? Ну, да, я делал такие разные попытки. Значит, что главное, я понял, ввиду того, что этот рынок, он более развитой, здесь, если ты хочешь попасть в какой-то уже такой, в развитой крупный бизнес, то это возможно, фотографы это возможно только через рекламное агентство. То есть тебя должна нанять как исполнителя, тебе должен креативный директор нанять как исполнителя. И от тебя будет требоваться только одно — взять и исполнить все то, что было нарисовано и две тысячи раз согласовано с заказчиком в скетчах, в мутбордах и так далее. То есть креатива там вообще ноль. И попасть туда еще раз можно только буду начинаем и фотографом. Если хочешь самому делать рекламу, нужно, соответственно, возглавлять рекламное агентство, быть креативным директором самому себе. Вот. Ну, я эту карьеру, она возможна, но я как бы всерьез на это не рассчитываю. То есть такой жесткий рынок, да? Да. И это связано с тем, что очень большие деньги на кону. И, ну, представь, в каждом ВУЗе есть бизнес-образование. И когда человек, ну, даже во многих, в бакалавриате есть бизнес-образование, бизнес-классы даже в школах есть. И тебе с самого начала говорят, реклама, двигатель, торговля. Вот у тебя стоимость товара 1 доллар, а стоимость рекламы 20 долларов. Это вот я сейчас говорю конкретный график, который я видел, ходил туда в школу, и там дедан какой-то рассказывал студентам, как устроен бизнес, и, ну, это не выглядело нелепо, как у нас бы это выглядело. Вот. И, я тебе говорю еще раз, доллар производства продукта 20 реклам, а теперь как делается реклама? Делается фокус-группа, аналитика, маркетинговые исследования и так далее. И люди понимают, что если они должны верить в свой продукт в силу рекламы, то они должны быть максимально уверены, что это будет максимально надежно. И, ну, не будут готовы тратить деньги на какие-то аферы непонятные и с непонятными людьми, и заменить деньги. Я думаю, это с этим связано, просто более ответственный подход к этому вопросу. Есть еще, кстати, хотел сказать, поднимается новая тема, ее в России 100% нет, это реклама по подписке, она работает для продуктов. Для продуктов. То есть, очень большое количество существует небольших компаний, которые производят какую-нибудь фигню, там, типа, косметику, beauty products, ну, в смысле, шампуни. Вот это вся очень большая же волна эко, эко-френдли, органик и так далее. И очень много маленьких компаний, которые что-то производят местное, ну, типа, local, там, фермерское молоко условное, что-нибудь такое, или фермерское органические, там, кремы, или компания, или фэшн какой-нибудь. И такие маленькие фирмы, они не могут себе позволить нанять фотографа за большие деньги. Вот. Что делается? Есть несколько контор, они есть какие-то в Нью-Йорке, есть и в более в небольших городах. У них система такая, ты им плачешь фикс, там, типа, сколько, 250 долларов в месяц, что вообще просто ничего. Я не знаю, может, не 1050, может, 1050, ну, какие-то вообще абсолютно небольшие деньги. И им компания отправляет свои продукты, ну, свои товары, и те их снимают более-менее в современном стиле. И, типа, они гарантируют, вы получаете две съемки в месяц или, там, три съемки в месяц, и контора берет на себя полностью весь продакшен, вообще все. То есть это такое, реклама подписки. И такая рекламная компания, она выживает за счет того, что они предлагают большой продукт, они не выходят из дома, они не согласовывают с кем-нибудь свои брифы, они просто гонят в такую штамповку, которая выглядит современно. Самое главное, что это выглядит. Ну, просто такая экспресс-реклама, да, получается? Да, да. И это все, это все, это не выглядит плохо никоим образом. И это такой интересный баланс для производителя между ценой и качеством. Если бы, ну, я бы сам, например, вот таким, если бы я что-то такое продавал, вот таким сервисом воспользовался 100%. Потому что, в первую очередь, это максимально доступно по цене. Ну, то есть это, по сути, просто продакшен, который делает качественный контент. Да, и это набирает обороты. То есть подписная модель, ну, вот это Sharing Economy и подписная модель, это как бы типа новые драйверы, которые будут, я думаю, на протяжении последующих лет только развиваться, чем дальше все будет. То есть кончится с тем, что все по подписке, вообще все. Я с тобой полностью согласен. Прям вообще на все сто. Настолько, что даже у нас есть видео на канале, где я про это рассказываю. А, да? У нас тоже все развивается, но чуть медленнее, правда. Но вот, наконец-то, у нас даже машины там по подписке и телефоны начали реализовывать. Я думаю, что дальше все тоже будет в ту сторону идти. Ну, как минимум, у нас, видишь, все это развивается именно с позицией по подписке. Тебе могут продать то, что ты обычно берешь в кредит. То есть каким-то образом расширяя таким образом количество потребителей. То есть есть люди, которые берут это в собственность, в кредит. Есть те, которые не хотят брать в кредит. Но на определенный срок готовы этим воспользоваться. Соответственно, для них пока что позиционируется подписка именно таким образом. Но это мы говорим про товары. А про услуги, конечно, это очень интересная тема. Следующее, о чем хотел тебя спросить. Мне всегда интересно. Я в последние пару лет, тоже занимаюсь йогой, в последние пару лет я начал делать, как я это называю. Ну, короче, я каким-то образом пытаюсь понять различные механизмы творчества, различные способы придумывания идей, различные состояния сознания, в которые возникает вот это придумывание идей. Все легально, абсолютно легально. Вот. Расскажи, каким образом ты управляешь своими процессами творческого мышления? Как у тебя возникают идеи документальных проектов? Фиксируешь ты это каким-то образом? Вернее, не фиксируешь даже. Можешь ли ты отрефлексировать каким-то образом и сказать, что, слушай, ну вот обычно у меня идеи возникают так? Сейчас у меня сформировавшееся отношение к этому, но оно поменялось за годы. И я скажу, как это было раньше, как это было сейчас. Раньше это было так, что я очень много читал наш эсквайр российский. И одно время это был просто огонь и нереальная вообще вещь. Невозможно поверить, что у нас в России выпускался такой эсквайр. И это была очень качественная фоторедактура. Она и сейчас хорошая, но сейчас просто фокус журналу немного сместился. И там мне была очень интересна форма, которая для меня была необычной и нова. И тогда я старался этой форме исследовать. Конкретно форма была в том, чтобы, как я уже сказал, мы взяли, мы проанализировали то, и вот посмотреть, как это выглядит. Потом я уже позже узнал о том, что называется типология, о том, что берется какой-то феномен в жизни, и в нем ищется типичность. И это разные проекты были. У меня конкретно это было так, что я пытался найти какие-то темы, которые мне здесь сейчас были интересны, и, соответственно, составлял такие же типологии. Это были мои первые документальные проекты. Например, там, скажем, мы поехали на Гуа, и, конечно же, я потащил с собой кучу вспышек, и там я приставал к людям и спрашивал, откуда вы приехали, и практиковал свой ужасный английский на тот момент, хотя был уверен, что он был идеальный. И я у них записывал вопросы, и потом это расширило, и получилась такая мини-документальная серия. То есть это не был реальный документальный проект, который бы хоть какой-то имел бы вес вообще в арт-мире, потому что он был снят просто за, я не знаю, за пять дней, и никакого открытия он не несет. Но для меня это было вполне себе настоящее, потому что это было мое первое. Мне объяснили, что нужно искать темы недалеко где-то. То есть не надо ехать во Францию, чтобы там снять документальный проект. Надо посмотреть вокруг себя, что вокруг тебя есть такого, чтобы снять документальный проект. И нам это говорил Максимейшин, который приехал, ну, я, надеюсь, знаю такого фотографа, люди. И Сергей Максимейшин приехал. Я думаю, да, наслышали. Да, вот. Приехал на Сагорск и говорит, друзья, покажите мне какую-нибудь серию про Магнитогорск. И ни у кого ничего нет. И у него, говорит, резонный вопрос. Что, друзья, вы живете в таком городе, ни у кого из вас нет проекта про Магнитогорск. Это очень странно. То есть, живя в каком-то месте, мы не можем выйти и на него посмотреть, хотя это место само по себе представляет очень вполне себе какой-то конкретный интерес. Тогда я начал смотреть, что вокруг есть меня и делал то же самое, но уже дома. Скажем, узнал, что у нас рядом с городом есть картинговая трасса, где тренируются молодые ребята. Ну, типа молодые просто дети там до 12 лет. И из Магнитогорска там никого нет вообще, а это просто такой фан-проект владельца, фан-проект местного бизнесмена, который построил картинг-трассу, куда приезжают ребята со всего там Урала и катаются на картах. И вот я пошел, поснимал проект, и это было довольно интересно. И только потом все это я пытался, получается, какую-то копировать форму. И постепенно, уже поучившись здесь и, ну, поизучав всякие другие темы, я понял, что самые главные темы, которые нужно снимать и искать, это то, что реально тебя лично волнует. И только там могут получаться крутые работы, потому что у тебя будет страсть и понимание, и проникновение в тему. То есть ты не будешь как журналист, которого наняли, который приезжает на три дня, изучил тему и уехал. А это будет вещь, которую ты реально исследуешь, которая тебя беспокоит. И вот те мои три документалки, которые для меня самые большие, самые важные, это одна про Аркаим, но она чуть в меньшей степени, то есть это просто мое наблюдение за тем, что было рядом со мной, ну, там, начиная с моего студенчества. Потом документалка про маленькие деревни с европейскими названиями, но это чуть ближе ко мне, потому что я уже исследовал ту среду, в которой я живу. Ну, хоть я не из деревни, но для меня это было более-менее близко, может, это российская среда. И последний проект, который я снял, который меньше опубликован, потому что наложилось, мы с моим изменившись, сильно изменившись жизнью, это проект про сады, про дачные участки. Для меня это было уже гораздо ближе всего, потому что когда-то у нас был дачный участок, когда-то я сам работал в огороде, и там у моих родителей это все было, и я все понимаю, и для меня это исследование наложилось с моей эмиграцией, и я пытался через этот проект понять, кто мы такие конкретно в целом, ну, в смысле, кто я такой в том числе. И это показано через конкретную ситуацию, через такую субкультуру вот этих дачных участков. И для меня это было уже важно, и каждый раз, когда я приезжал, мне было очень интересно это снимать, и я бы просто, вот я сейчас понимаю, вот если я давно не был дома уже, но каждый раз я бы ходил и снимал, это просто для меня это как такое, знаешь, очень медитативная практика. Вот, поэтому можно начать просто с копирования формы, чтобы понять, что это такое, но в конечном итоге снимать нужно то, что тебя реально беспокоит, что тебе интересно. Не то, что беспокоит социальные проблемы, я не люблю социальные проблемы снимать, а то, что интересно, и, как, знаешь, один фотограф сказал, я фотографирую, потому что не могу не фотографировать. То есть надо говорить о том, о чем ты не можешь молчать, то, что тебе реально, тебе интересно, то, что внутри тебя как-то есть. Ты работал руководителем фото-видеослужбы на форумах, которые, собственно, это вот форумы, которые устраивала Росмолодежь, или как это называется, агентство, куда приезжают первые лица государства, собственно, российского. Соответственно, у меня к тебе вопрос такой, как от человека, который так или иначе постоянно работает с различными фотографами и с различными творческими командами. И подскажи нам, может быть, есть какие-то секреты, на что обращать внимание при отборе людей, когда ты точно понимаешь, что у тебя довольно ответственная работа и что налажать не надо. И как вот этих всех творческих, необузданных людей, творческих, конечно, в кавычках, которые на самом деле, мы знаем, что творчество немножко не об этом, как этих людей, которые часто очень эмоциональны и как-то друг с другом там или не друг с другом. Ну, короче, в общем, этих эмоционально расшатанных ребят, как их держать в узде и как делать так, чтобы они делали свою работу максимально идеально, четко в срок и без всяких лаж и оправданий и всего остального. Как таких людей находить? Где, каким образом, как их в команду в одну собрать? Как вообще ты с этим справлялся? На это ушло время. Я работал не один раз. Первый раз я работал один. Второй раз там было нас уже, типа, условно двое. А в третий раз нас было больше. А в четвертый раз нас была прям вообще целая толпа. То есть это происходило не мгновенно. И я это вижу так. Во-первых, нужно самому разбираться в вопросе. И, ну, чтобы руководить толпой творческих ребят, нужно самому быть авторитетом в этой теме для них. То есть я конкретно фотограф, поэтому я могу поставить задачу фотографу. У меня в команде еще были видео, ребята. Но ввиду того, что я не столько видик, я мог заниматься их руководством довольно опосредованно. Просто через, ну, просто через менеджмент на уровне. Ребята, сегодня мы делаем то, завтра мы делаем это. И, ну, просто какое-то общее отслеживание видений. У них было, у видиков, у них было гораздо больше творческой свободы, потому что у меня было меньше авторитета. То есть я мог бы начинать как бы своими грязными лапами подолезть, но я этого не стал делать, потому что просто это неправильно. Дальше делалось так, что я звал с собой людей больше, чем нужно. И, то есть приезжало работать, скажем, нам нужен был один фотограф по факту, а я звал двух фотографов. И потом мы смотрели, кто лучше справляется. И я еще тасовал людей. Например, мы работали... Напоминает немножко Ходорковского. Он, говорят, по слухам, любит параллелить процессы и смотреть, кто лучше справляется. Это не было столкновение лбами. Это было скорее так, что, скажем, сегодня у нас один фотограф снимает учебную часть, а второй внеучебную. Ну, то есть один снимает лекции, а другой развлекухи. А на следующий день они не меняются местами, а второй снимает развлекухи лекции. И мы смотрим, чё к чему. И в том числе, ну, там, мы, например, выяснили опытным путем, что надо вот технически ставить свет вот так. А вот так свет ставить не надо. Или там технически мы выяснили, что вот в это время суток вот там на спортплощадке самые классные кадры, потому что там низкое солнце. И один фотограф это заметил, второй не заметил. И так все от этого получили профит в итоге. Вся команда, имею в виду. Вот. А потом другой вариант это, что, скажем, форум шел шесть недель, и каких-то людей я позвал просто по неделям, чтобы посмотреть, как они справляются. И то есть даже с приезжая человека видно, что он не в своей тарелке, что ему по разным причинам не получается работать. Причин может быть много. Кроме того, что человек-болван, есть причины такие, что не тот формат, не успевает, или просто другой ритм работы, или там техника неподходящая. Ну, причин миллион может быть, и надо подседать с пониманием. Мы просто потом по итогам года, по итогам работы посмотрели, что вот это наша команда в итоге будет вот такая, вот такая. И у нас еще важная вещь, которую мы заметили, что, конечно, можно человеку сказать, да что такого, пошел, пофоткал. Но в итоге для творческого человека очень губительна повторяемость. И когда у тебя идут лекции, которые между собой все похожи, одинаковы, на протяжении нескольких недель, это реально как день сурка. То есть ты проснулся, 9 позавтракал, поснимал лекцию до 12, потом пообедал, поснимал лекции до 4, потом и так далее. Просто люди выгорали. И этот вопрос решался тем, что мы делали с точки зрения наших нанимателей избыточное наложение. То есть у нас люди пинали балду тогда, когда с точки зрения обычных людей они должны были просто идти работать. И мы это делали именно для того, чтобы люди не выгорали. То есть людям давались меньшая нагрузка, и мы старались тасовать от обязанностей, так чтобы просто никто не сошел с ума. У нас такой был пример. У нас была девушка в один из первых наших работ, которая работала фоторедактором. То есть она отбирала фотографии и выбирала нужные. И она у нас была несменная. То есть мы подумали, типа фотографу надо сменяться, а такому человеку сменяться не надо. И как раз-таки она у нас и стрессанула самой первой. И уже на второй раз мы меняли фотографов, так что у нас фотограф поснимал, фотограф поотбирал фотографии, фотограф поотдыхал. Потом на следующий день билд-редактор поработал, билд-редактор отдохнул. В третий день билд-редактор отдохнул, потом поработал. То есть еще в разное время. Короче, ну, секрет был в том, чтобы менять ответственности, чтобы голова не заскучала. Ну, это все, я сейчас говорил про скиллы такие, hard skills, что называется, то есть конкретное умение выполнять там работу, зачем тебя наняли. Есть еще soft skills, это твои коммуникативные навыки, насколько ты конфликта, ну, способен выдерживать критику, умеешь работать в команде и так далее. Ну, скажем, у нас один человек приехал, и вместо того, чтобы работать, он там за студенточками бегал. Ну, это как бы просто были попытки на тему поговорить, попытки ничем не кончились, человеком разошлись, хотя очень хотелось, чтобы человек работал. Ну, блин, это не контролируемо. Здесь, ну, я считаю, что нужно находить такой баланс между тем, что человек делает, и как он это делает, потому что даже если человек гений фотографии, но при этом он говнюк, спасибо, не надо. То есть это вся команда, она получит с этого, ну, негатив. Ну, а руководитель должен быть, ну, на мой взгляд, вот у меня были разные руководители в жизни, и те руководители, которые выстраивали горизонтальную иерархию, то есть что ты не чувствовал, что он твой босс, он тебе не ставил, он не ставил себя с позиции, что я как бы начальник, ты дурак. Это самые надежные общесвязи, такие партнерские, когда ты знаешь о том, что этот человек твой босс, но вы работаете с ним наравне. И это создает очень такую, ну, командный, командный дух, когда хочется и товарищам твоим помогать, и для человека сделать хорошую работу, для твоих нанимателей. Ну, и надо слушать людей, разговаривать с ними, если что-то не так, просто, ну, я не пью, а кому-то надо пойти, может быть, и прибухнуть, и вместе поговорить, там, чё к чему. Ну, то есть, такой, держать разумные границы и вверх, и вниз. Мне очень нравится в твоих проектах то, что там про дачу или про вот эти деревни, мне очень нравится, что, да, это, возможно, как бы не сильно сложный проект, там, с точки зрения реализации. Сейчас Рома должен усмехнуться и сказать, ха-ха, кто тебе сказал, сынок, что это несложно? Я прекрасно понимаю, о чём ты, да. Технически... Вот, технически несложные, но огромный какой-то интерес они представляют именно за счёт того, что они не копируют кого-то, а они берут те темы, которые ещё до этого никто не исследовал, они именно апеллируют к тому, что важно для тебя, что определяет твою идентичность. То есть, вот уехал ты, например, в США, но есть просто люди, которые уезжают, например, в США или в другую страну, они, как бы, делятся на несколько классов. Есть люди, которые уезжают, говорят в Россию всё говно и стараются это забыть. Есть люди, которые говорят в России всё говно и почему-то читают русские новости и очень много их комментируют, при этом уехав в другую страну. Вот. А есть люди, которые, уехав в другую страну, говорят, вы знаете, мы русские, да, мы живём в другой стране, мы прекрасно знаем другой язык, но мы русские, и нам, пусть там у нас какие-то не всегда приятные воспоминания, но мы к ним относимся очень бережно, потому что они делают нас русскими. вот все то что с нами происходило и вот мне кажется вот если опираться на это то получится огромные сильные какие-то проекты и в этом ну сокрыто некоторое какое-то количество как внутренней силы в таких проектах если да ты говоришь правильно здесь вот то что начал говорить я изучал этот вопрос что происходит с людьми при при миграции с культурной точки зрения и вот получается люди могут меняется отношение к собственной культуре и возникает отношение к новой культуре если старая культура отвергается а новая не образуется то есть человек не вписался он не вписывался в старую среду почему то вдруг человек ненавидит место откуда он родом но при этом в новую культуру не вписался это самая тяжелая ситуация когда человек просто чувствует полностью потерянным другой вариант что люди эмигрируют и они не вписываются в новую среду но в них просыпается патриотизм относительно своей культуры. И таких тоже очень много. Здесь есть целый район Брайтон-Бич. Это люди, которые приехали... Элементарно, если ты перейдешь 50 лет в новую страну, вписаться в новую среду будет практически невозможно. Это супертяжело будет. И эти люди, они воспитывают себе наоборот. У нас теперь... Мы храним память предков, условно говоря, а новая среда, бог с ней, нам она не нравится. Другой вариант — это когда люди забывают свои корни и говорят, мы теперь... Мы приехали сюда, мы забыли о том, что мы из дома, у нас теперь новое будущее. И это тоже по-своему как бы выход. И я видел разных эмигрантов, и не наших, и наших, и не наших, которые там, условно, били палкой своих детей, чтобы они перестали говорить нам на корейском, чтобы говорили только по-английски. Найди себе американскую девушку, женись на ней. Вот, это про корейцев было. А я считаю, что самое здоровое — это и принимать, и новую культуру, и не забывать, кто ты на самом деле есть, потому что конкретно в Штатах я вижу, что есть такое вот это очень большое уважение к... называется cultural heritage, то есть это культурное наследие. И люди, у которых прапрапредки приехали сюда, типа из Ирландии или типа из Италии, они себе продолжают называть там типа «мы итальянцы». Хотя я им говорю «парло итальяно», я знаю три слова по итальянскому, что там было пять раз, они такие типа «но парло» ничего не знают, ни слова. Но они себя ассоциируют, что они ирландцы, они идут на парад этого День Святого Патрика, они выходят с флагами, или там видел польский парад. Люди здесь находятся, они бежали как бы от ужасов в нацистской Германии в свое время, у них три поколения тут выросло, они считают себя поляками. Ничего плохого в этом нет. У русскоязычного общества, у него есть вот эта проблема очень сложных отношений с Родиной, потому что Родина все время менялась, и за последние сто лет Родина была Царская империя, Советская империя, потом это экономические проблемы 90-х, и есть многие люди, которые сюда бежали просто чтобы их не убили, типа там знаешь, из Приднестровья, когда там гражданская война была, или там вот эти все войны Азербайджан, Армения, вот это все. И у них есть свои причины для того, чтобы просто спать там, чтобы они жили другой жизнью, чтобы они их не убили элементарно. И это к чему? А, и вы, получается, и последние, последняя эпоха, это вот последние 20 лет, это путинская Россия, и получается, что все объединяет наших людей, потому что все говорят на русском языке, но приехали с разными историями, из разных мест, и в большинстве случаев это было, это были очень непростые ситуации. Поэтому, ну, у всех все, так сказать, как статус, все сложно. И поэтому, понятно, у кого-то, там Сергей Брин, например, у него типа русские корни, но попробуй ему сказать, что он русскоязычный. А Дэвид Духовный, он вроде не против, он даже в рекламе российской снимался, хотя у него какие-то корни там супердавние вообще, там, по-моему, чуть ли не из польского царства вообще идут. Ну, я имею в виду какие-то давние вещи. Или там Мила Йович, она даже по-русски что-то говорит. А есть такой, там, пирамида Маслов, оказывается, это Авраам Маслов. И никогда бы он не сказал о том, что он русский человек. То есть по-всякому, по-разному, никого нельзя осуждать, у каждого своя правда, свои причины и так далее. Но я лично считаю, что интеграция — это самая сильная вещь. И если можно напитать свой культурный бэкграунд новыми обстоятельствами, это прекрасно. Я думаю, что будет неправильным говорить, что там, будет неправильным сказать, что тебе нужно отвергать свои корни, будет неправильным говорить, что нет, я как бы в новую культуру попадать не буду. То есть нужно просто иметь разумный баланс и не кичиться этим, и не стрематься этого. Вот и все. И можно то же самое сказать про, ну, наверное, про любой переезд. То есть если ты поехал из провинции в Москву, то в Москве все откуда-то. И нет ничего плохого в этом. В какой-то момент мне даже в Москве сказали, мы специально работаем с провинциалами, потому что провинциалы, потому что это талантливые люди в Москве, они или наркоманы, или берут безумные деньги. А вы, типа, ребята адекватные, берете немного, и с вами приятно работать. То есть все наши, это зависит исключительно от нас самих. У нас есть просто какие-то нейтральные обстоятельства, и это зависит от тебя. Ты будешь считать это недостатком, которому надо стыдиться, или это просто факт нейтральный, который есть, или это твое достоинство, которое ты будешь ставить во главу угла. Вот. Но я, говоря про себя, я уехал в таком позднем возрасте, типа в 30 лет. То есть я был уже такой более сформировавшейся личностью, и я чувствую, что у меня мои, ну, это и ностальгия, это и оторванность от родственников, от родителей, от друзей. То есть я чувствую, что у меня обострились эти связи. То есть я стал больше, ну, не то чтобы ностальгировать, но я стал больше обращаться к прошлому опыту, пытаться понять, кто я такой, и что к чему. Но это не значит, что я как бы сел, закрылся, и не выхожу из дома, и хочу уехать. Ну, просто я стал рефлексировать на эти темы, которые раньше не рефлексировал. Ну, мы элементарно с моими родителями стали ближе после того, как я уехал, потому что я стал говорить с ними на гораздо более личные, откровенные темы, потому что я понимаю, что если мы сейчас не поговорим, то, ну, как бы дальше эти шансы, они будут становиться все меньше. Дай им по здоровью и так далее. Но говорят же, что чем дальше, тем не дальше, тем роднее. И это имеет отношение и к людям, и, наверное, к идентичности, и к родине, и к малой родине. Ну, я не стыжусь вообще ни единого момента своей биографии, ни в каком месте, не скрываю. Единственное, что я научился говорить, что я не из маленького российского города, а просто я из России. Потому что Магнитогорск – немаленький город по американским меркам, это здоровенные городища. У них в Атланте 400 тысяч населения, а у нас в Магнитогорске 400 тысяч населения. Ясно. Спасибо тебе большое за наши местами откровенные интервью. Вот, было очень интересно тебя послушать. Очень рад, что ты остался тем же романом, которого я и знал раньше. Сейчас я должен пустить слезу. Короче, да, спасибо большое за такие подробные ответы, дорогие друзья. С нами был Роман Махмутов. Все ссылки на Ромины проекты вы можете увидеть в описаниях под нашими видео, либо аудио, если мы это выложим на аудиоплощадке. И, кроме Романа Махмутова, да, с вами был Андрей Лешаков, собственно, арт-директор Клик Имиджеса. Спасибо, что позвали. Было приятно, интересно. И я могу сказать одно, очень важно культурно развиваться, независимо ни от чего. Всегда есть возможность расти над собой. У каждого просто есть немножко свои пути для этого. Слушайте себя.